Давайте мы встанем сейчас. Вы знаете, мы живем в такое время, где очень сильно в этом времени дух без печи, безразличия. Я просто обращаюсь к вашему сердцу, к вашему духу сейчас. Не то, что вы внешне смотрите на обстановку, все привычно, те же самые провозглашения, а зачем? Есть сила внутри тебя, есть движение Божие внутри тебя. Его Слово говорит, возлюбленный, пусть сегодня это потрясет нас. Мы были некогда, никто, на уровне грязи, ничто. Мы были попираемы, грех держал нас в рабстве, дьявол издевался. Мы были не народ, но Бог сегодня назвал нас народом Своим. Некогда не народ, а ныне. Некогда не побилованы, а ныне. Халлилуйя! Халлилуйя! Нету больше радости, чем осознавать, что сделал Иисус в нашей жизни. Халлилуйя! Дорогие мои, я хочу, чтобы сегодня мы не просто пропускали через анализ наших мыслей, то, что мы слышим, чтобы мы открыли свое сердце. Там есть сила, то, что Бог совершил внутри нас. Давайте встанем твердо на позиции внутреннего человека. Давайте не позволим плоти держать нас в состоянии угнетения. Мы не люди, которые живут безразличной жизнью. Мы люди живые, воскресшие из мертвых, принадлежим нашему Богу. Халлилуйя! Слава Ему! Вы можете громко это крикнуть «Халлилуйя!» «Халлилуйя!» «О, Халлилуйя!» «Я был мертв, теперь я жив!» «Слава Ему!» «Слава Ему!» Дорогие мои, если я не начну сегодня предавать члены мои в руки праведности, в орудия послушания, никто это за меня не будет делать. Если я не буду возвышать голос, если я не буду провозглашать Божье обетование, если я не буду исповедовать то, что Бог сделал в моей жизни, я просто буду сухая ветка, я ничто тогда буду. Но если я это делаю, я позволяю изнутри этому движению начинать возрастать. Дорогие, мы не просто люди религиозного порядка, мы люди веры, которые верим в Божье Слово. Кто может громко сказать «Аминь?» «Халлилуйя!» «Давайте мы сядем». Я хочу, чтобы сегодня, не поймите, что я кого-то раскачиваю, хотя я бы с удовольствием это сделал, кого-то бы качнул бы на этом месте, кто-то, чтобы еще лишний раз улыбнулся. Вы знаете, это не грех улыбнуться тому, что Иисус сделал, радоваться тому, что Он совершил. Сегодня, вы знаете, у нас тысячи есть оправданий, почему мы это не делаем. Давайте мы их выбросим, все эти оправдания о том, что мы в такое время живем, такие трудности возлюбленные. Все, что Он сделал для нас, это стоит, чтобы сегодня прийти в Его присутствие с радостью и весельем нашего сердца, прославляя Его. «Халлилуйя! Халлилуйя! Иисус живой!» Приступая к Нему, камню живому, будем молиться в этом направлении в течение недели и в конце будем праздновать этот праздник. Дорогие, я бы хотел, чтобы в течение недели мы не просто помолились и все на этом, но чтобы мы готовили себя, чтобы мы открывали свое сердце. Давайте позволим, чтобы Господь, который так не дождется, чтобы двинуться через нас, чтобы использовать нас, чтобы наши сосуды были готовы. Слава Его, она будет явлена, если мы действительно будем открыты ко всему этому. Воскресенье – это праздник наш, воскресших людей, это твой и мой праздник. Мы были мертвы по преступлениям и грехам, воскресли, мы воскресли. Аллилуйя! Слава Богу! Мы воскресли. Так что это так чудесно, и у нас будет все праздничное, будем возвеличивать его, поздравлять друг друга с этим праздником. Так что приглашайте в этот день, друзей приглашайте, знакомых приглашайте, приходите, и будем праздновать, будем праздновать воскресенье Иисуса Христа. Сегодня я бы хотел с вами поделиться, и первое место, которое я хочу прочитать, очень хорошо нам всем известное. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, с 12 стиха. Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 12 стиха. Еще хочу напомнить вам о том, что всегда мы на Пасху делаем особенное пожертвование, особенно. Что-то особенное мы всегда делаем, когда, вернее, происходит, когда мы это делаем. Я бы хотел, чтобы вы могли понуждаться, чтобы действительно это была жертва. Я знаю, что сегодня такое время, когда не всем легко в этой жизни, нехватка финансов постоянная. Редко найдешь человека, у которого бы, может быть, хватало то, чтобы покрывать какие-то расходы. Но я бы хотел, чтобы мы могли отнестись к этому вопросу с той стороны, что Иисус, который пожертвовал Собою ради нас, чтобы приобрести нас, чтобы мы могли увидеть этот принцип. И вот эта жертвенность, мы это делаем всегда. Да, я знаю столько свидетельств людей, что Бог что-то особенного производит. Даже не в том, что приходит воздаяние и в материальном плане, но в том, что какая-то свобода приходит. Бог начинает касаться другие сферы, где есть нужды, и Он их начинает решать. Жертва, Бог всегда реагирует на нее, на жертву. Может быть, стоит в чем-то себя урезать. Как ты можешь быть ради вот этого, чтобы это сделать для Господа? Ради этого. Так что в воскресенье мы будем иметь это особенное пожертвование. Особенное. Это не просто десятина. Это особенная жертва пред нашим Господом. И молитесь в этом плане. И Господь обильно-обильно благословит вас. 1 Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут, одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Написано, чтобы мы прославляли, прославляли Господа и в телах, и в душах, которые Господа. Я сегодня хочу поговорить с вами об этом. Я назвал эту тему «Отделить себя для Господа». Есть положение, когда Бог, Он совершил свою работу для того, чтобы это отделение произошло. Но теперь мы имеем ответственность отделять себя для Господа. В четвертом псалме, четвертый стих говорит о том, что Бог отделил для себя самого святого. Вопрос святости – это вопрос отделения. Бог не может соединяться с тем, что не связано с Его природой, с Его атмосферой. Чистое не может соединиться с нечистым. Вы знаете, в нашей жизни произошли такие события с принятием Иисуса Христа в нашу жизнь. Эти события, они связаны с новым рождением. Это не вопрос знания «я узнал, кто есть Бог». Сколько людей сегодня, они претендуют на то, что они верующие только лишь потому, что они знают, что есть Бог, что есть Иисус Христос, который когда-то умирал за грехи, и на этом все. Но вы знаете, сколько из этой категории людей, они не уверены даже в том, что они спасены. Некоторые люди, они просто говорят, что мы не знаем. Это только Бог знает, спасен я или нет. Но какая честь оказана каждому из нас, что мы не просто узнали, что есть настоящий Бог среди множества ненастоящих богов в этом мире. Это Бог, который назвал себя по имени. Это Иисус Христос. Он открылся нам. Но это не просто было откровение. С этим откровением что-то произошло в нашей жизни. Вы знаете, всегда, когда свет приходит, он вскрывает недостатки. Люди хотят что-то видеть лучшее, они делают, чтобы было больше света. Когда пришел Бог в нашу жизнь, стало больше света, и мы увидели, что мы грешники. Нету человека на этой земле, который в свете Божьем увидел себя святым, чистым и праведным. Нет, грешники. Мы увидели, что мы грешники. Ну что дальше? А дальше Господь говорит о том, чтобы мы могли принять Его. Когда мы Его принимаем, Слово Божие говорит, что человек, который верит, что Иисус Христос умер за грехи и воскрес для нашего оправдания, и сердцем верует к праведности, а устами ко спасению исповедует. Он получает спасение. Мы получили спасение благодаря вот этой вере, рождение свыше. Внутри нас родилось святое, такое же, что и у самого Бога, святое. Внутри нас, там, наш дух, который был мертвый, он воскрес, и он стал святым. Слово Божие нас называет святыми не потому, что мы научились не грешить и делать какие-то праведные вещи. Мы святые, потому что мы родились свыше. Дух наш возродился. Рождение произошло. Мы святые. Мы получили этот статус быть святыми только лишь благодаря этой вере во Христа Иисуса и новому рождению. Мы святые. Но что я бы хотел, на что бы мы обратили бы внимание? Здесь говорится в этом месте о соединении. Здесь говорится так. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Всегда есть вещи, с чем мы будем соединяться, от этого будет зависеть, кем мы будем. Сегодня столько людей, они соединяются с разными вещами этого мира. Они соединяются. Сегодня необязательно ходить по городу и искать какие-то нечистивые места. Сегодня технология продумала, чтобы эта нечистота была сегодня в твоем кармане. Чтобы ты просто мог достать айфон, мог сесть возле компьютера и буквально несколько нажатий кнопок. И ты находишься в разных нечистивых местах этого мира. Но вы знаете, более всего этого я скажу. Что если даже и этого бы не было, и даже бы жили люди в пустыне, или бы в лесах, или где-нибудь в пещерах, они бы не были избавлены от нечистоты, потому что мы родились на этот свет уже нечистыми, грешными. Бог не стал переделывать нас. Он не стал изменять нас. Он просто коснулся той сферы в нашем естестве. Это сфера духа. Это дух. Он не родился, чтобы мы жили во грехах. Он родился, чтобы мы жили для Бога. Он возродился для Бога. Он тянется к Богу. Он не тянется к миру. Он не тянется, чтобы быть в гордости. Он не тянется, чтобы грешить, блудить, делать какую-то нечистоту. Он к этому не тянется. Он тянется к Богу. Ему всегда хочется соединяться с Господом. Ему всегда хочется пребывать в одном целом. Быть с Господом. Быть в этом состоянии. Он тянется. Соединяющийся с Господом. Есть один дух. Не просто часть моя, часть Господа. Становится один дух с Господом. А это значит, то, что у моего Господа Иисуса Христа, Его взгляды, Его цели, Его планы, Его желания, Его намерения, они становятся Его воля, моими. То, что у Бога, становится и моим это, достоянием. Соединяющийся с Господом один дух с Господом. Дальше речь идет об отделении. Девятнадцатый стих говорит. Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего в вас, Святого Духа? Наше тело. Я не говорю о греховной структуре плоти. Тело. Тело, да, оно подвержено греховному влиянию. И вы знаете, сегодня мы знаем, что эти тела, которые являются храмом, это временные тела. Но вот этот храм временный, он Богом предназначен для того, чтобы в этом временном храме жил вечный Святой Дух. Мы являемся храмом. Тела наши, они являются. Вы знаете, мы не приготовляем сами эти тела, чтобы как-то их делать святыми. Но у нас есть источник внутри, через который происходит это освящение. Это источник нового рождения. То, что Бог сделал. Когда Он возродил нас, Он имел в виду теперь, что как Дух, теперь и душа, и тело, которое является храмом, должны принадлежать исключительно, абсолютно только Ему. Он не искупил какую-то часть нашей жизни. Он искупил нас полностью, как Дух, душу и тело. Все, во всей целостности и полноте принадлежат Ему. Если мы будем думать, что там только, где-то внутри, это только Божье, но остальное я имею право распоряжаться, как я хочу. Нет. Именно в 19 стихе здесь сказано о том, что тела наши являются храмом, живущего в нас, Святого Духа, которого имеем мы от Бога. И дальше говорится, вы не свои, я не свой, ты не принадлежишь теперь себе. 20 стих говорит причину, почему? Потому что мы куплены. Цена была такая заплачена, что я теперь не принадлежу себе. Это цена Его жертвы на Голгофском кресте. Цена заплачена. Иисус взял мои грехи. Он заплатил сполна. Когда висел на древе, проливая свою кровь, Он заплатил эту цену для того, чтобы я на уровне Духа, Души и Тела принадлежал Ему и только Ему. Все, что мы можем, имея вот это откровение, что я рожден и я святой, потому что от святого рождается святое. Я родился от Бога, поэтому я святой. Мой Дух, Он имеет святость. Дух Святой, Он внутри меня. Мое тело является храмом. И теперь я несу ответственность за то, чтобы посвящать себя моему Господу. Посвящать. Не соединяться с тем, что Бог назвал нечистым. Я хочу еще некоторые места прочитать, чтобы мы могли конкретно это видеть, что говорится. Вот смотрите, во втором послании Коринфянам, шестая глава, мы читаем с 15 стиха. Какое согласие между Христом и Велиаром? Второе Коринфянам, шестая глава, с 15 стиха. Или какое соучастие верного с неверным? Проведена очень серьезная такая граница между Христом и Велиаром. Участие верного и неверный. Какое может быть участие у верного с неверным? Как правило, мы это к себе не относим. Это кто-то. Я верный. Один человек однажды мне сказал, знаешь, я никогда от Христа не откажусь. Вот меня, если поставят и скажут, отрекись от Христа или мы тебя лишим жизни, я не отрекусь, я лучше умру, чем не отрекусь от Христа. Я ему говорю, тебя никогда не поставят к стенке и не будут тебе говорить об этом. Он говорит, почему? Я говорю, потому что ты уже давно от него отрекся. Да ты что говоришь? Я говорю, ты отрекся. Зачем тебя еще ставить к стене, когда ты уже отрекся? Я ему стал перечислять его отречения, когда он идет на компромисс с определенными грехами и говорит, здесь ничего нет такого. Когда он позволяет своей жизни плотским вещам, похотливым вещам, который просто называет это слабость, и Бог понимает. Сегодня столько вещей христиане, они легализовали, ссылаясь на то, что Бог меня любит такой, какой я есть. Да ничего здесь страшного нет. Если было что-то страшное, я бы не молился на нынных языках. А вот я еще молюсь, это индикатор, что еще Господь мне не оставил. Вы знаете, какое заблуждение. Согласие верного с неверным – это компромисс с миром, с плотью, со грехом. Верного, который однажды пообещал Богу служить чистой совестью, пошел на компромисс. Неверный – это положение, когда люди, они живут не просто далеко от Бога, они живут в противостоянии Богу. По-другому, апостол Иоанн говорит, дружба с миром есть вражда против Бога. Если ты дружишь с миром, сегодня столько вещей люди придумали, чтобы дружбу с миром, и как-то перед Богом это показать, да здесь ничего такого нету. Мы же должны быть. Вот как апостол Павел говорил, что я для всех сделал себя всем, чтобы приобресть. Но Павел приобретал, но он никогда не опускался на уровень греха, на уровень того, чтобы подражать этому миру. Он входил в общество не с положением, что он поступал греховно. Он входил в общество, чтобы там этот свет, он стал явным. Но если Слово Божие говорит свет, который в нас тьма, то какова же тьма? Если люди, которые вокруг нас не видят света, и мы начинаем говорить, что это норма, это современное христианство. Интервью одного, в кавычках, христианского музыканта, который очень выглядел ужасно, у которого одна сторона головы была выбрита на лысо, другая часть головы, волос, свисали до плеч, они были у него цветные. Этот парень, на которого смотришь, он изуродовал себя, который как хуже женщины, он просто сделал макияж на своем лице. Пробитые его губы были, были эти персинки у него. И он дает интервью у него, когда брали интервью, и он говорит о том, что я получил откровение быть ближе к этому миру, чтобы мир меня мог принять. Пусть христиане не обижаются, мы работаем с определенной прослойкой людей в этом мире, чтобы их приобрести. Мы для особенных, низких людей в этом мире, поэтому мы делаем этот имидж для них, чтобы быть ими принятыми, чтобы они нас приняли, чтобы им потом сказать об Иисусе. Был вопрос задан, что в ваших песнях не используется имя Иисуса. Они говорят правильно. Мы потом людям объясняем, что мы имели в виду в этих песнях. Дорогие, какое это заблуждение общения с неверными? Какое согласие у верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Храм Божий – это наше тело. Наше тело. Мы читали в 6 главе первого послания Коринфина, что тела наши – храм, живущего в нас Святого Духа, и мы не свои. Храм Божий и идолы. Чем мы сегодня заполнены? Чем наш разум сегодня заполнен? О чем мы сегодня больше думаем? Помышляем мы больше о Господе? Или, может быть, у нас вещи, которые, как сегодня упоминал Мирослав, связаны с землей, вот с этой оболочкой. Как нам тут комфортно прожить? Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И 17 стих говорит «И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Как вы думаете, есть ответственность у христиан, чтобы отделяться? Я немножко хочу пояснить, в чем это отделение. Это не в том, чтобы мы просто создали свои коммуны, закрылись в стенах церкви, жили там, и вот мы отделились от этого мира. Вы знаете, аскетизм, который мы знаем, когда люди сделали монастыри и прятались от внешнего мира, он не уберег их от нечистоты. Но когда Господь говорит «отделиться», это говорится о положении соединения. С чем мы соединяемся? между Христом и Велиаром нету ничего общего, между верным и неверным нету ничего. Но когда мы пытаемся это соединить, то тогда происходит нечистота. Как же нам быть? Когда мы внутренне соединяемся с тем, что родилось от Бога, тогда происходит влияние на наш храм, на наше тело, которое освящается через жертву Господа Иисуса Христа, через Его кровь, потому что кровью Его мы искуплены, мы принадлежим Богу. Влияние, которое внутри нас, имеет силу повлиять на всякую нечистоту, которая вокруг нас. Сегодня люди, которые живут во грехе, они мучаются. Сегодня этот мир, он страдает. Сегодня люди, которые погрязли во грехах, они сегодня, как узники в темницах, они вопиют. Нету счастливых грешников. Если кто-то хочет сказать, что есть счастье во грехе, это ложь. Нету счастливых грешников. Грешник, он несчастен. Нету счастливых людей без Бога. Такого нету. Это обман. Это иллюзия, которую рисует дьявол и говорит, ты можешь быть свободным, тебе не нужен Бог, ты можешь жить сам по себе. Нет, это обман. Есть настоящая жизнь, она связана с Иисусом. Он сказал, я есть им жизнь. Есть настоящая, это только в Боге. И теперь, что происходит? Когда мы, наполненные Богом, рожденные свыше люди, отделенные от этого мира, от грязи, от нечистоты, мы имеем влияние на этот мир, чтобы эти узники, измученные в темницах, узнали, что есть свобода для них, есть прощение грехов, есть то, чтобы они имели сегодня жизни, а не просто умирали во грехах. Сегодня мы призваны, чтобы Бог использовал нас в этом направлении. Для этого мы должны быть отделены и принадлежать Богу. мы не прячем, мы не должны прятаться в церковных стенах. Вот нам здесь хорошо, мы знаем Господа. Вы знаете, сколько на личном уровне человек имеет проблем, много проблем. И одна из причин, вот это соединение, о чем мы говорили, соединяющийся с Господом, это соединение внутри Его, то, что с Господом, когда мы с Ним соединяемся, становимся одно. Влияние на этот мир, это не наше образование, это не наши таланты, способности, это Бог, живущий в нас. Это то, что Он может проявиться через нас. Апостол Павел в первом послании Коринфянам, он говорит о силе креста, что сила креста позволяет вот этим стенам плотским умереть. И когда это происходит, вот это сокровище, которое внутри нас, вот эта полнота Божья, с чем мы соединяемся, она начинает течь через нас. Он говорит, что проповедь моя была не в убедительных словах человеческой мудрости. Сегодня люди хотят мудрость слышать, они хотят человеческую мудрость. О, как сказал, о, вот это да, вот это что-то новое. Это знакомо для всех. Сегодня люди ищут так, чтобы услышать такого, чтобы я еще не слышал. О, вот это мышь интересная. Сегодня люди, они ищут, чтобы им было интересно, но апостол Павел, который мог удивлять своими знаниями, он говорит, я пришел к вам, и я не хочу, чтобы что-то вы думали обо мне, более нежели я имею то, что я имею во Христе. Я пришел ни с чем, только лишь я пришел с тем, что я имею внутри. И сегодня он говорит, я хочу вам проповедовать Христа распятого. Не мудрость какую-то человеческую, Христа распятого. Он говорит о том, что проповедь моя в явлении силы и духа в этом движении. Я вижу, что в это время, в которое мы живем, все связано не с тем, что вот мы ждем, когда Бог, он опустится своим присутствием и начнется это движение. Движение началось 2000 лет назад. Когда Дух Святой сошел на эту землю, день Пятидесятницы, это то, что потрясло эту землю, это движение пришло. Оно было основано на том, что Иисус умер за наши грехи и воскрес. Дух Святой пришел. Это движение есть сегодня. Это движение внутри тебя. Это движение в этой церкви. Это движение в Божьем народе. Это 2000 лет назад. это совершилось. Все, что сегодня нужно, это научиться соединяться с Господом и быть одним целым с Ним. Отделен для Господа. Это человек, соединяющийся с Ним. Один дух с Господом. Еще я хотел бы подчеркнуть также важные вещи, где... Давайте мы откроем такое место. Это записано в Кремленном 6 глава. Обычно мы ее используем во время водного крещения. Есть такие, ну так скажем, места, которые мы их не читаем, а только в определенные дни, при определенных событиях мы их читаем. Но как бы хотелось, чтобы Божье Слово, оно было насущным хлебом для нас. И каждая глава, и каждое послание, и каждая книга в Библии, чтобы мы видели Иисуса через все это. Очень удивительная глава. Я бы просто посоветовал, чтобы мы как-то по-особенному, может быть, дома, могли бы вникнуть в нее. Не потому, что это связано с водным крещением, и где апостол Павел говорит о том, что мы в смерти его крестились, но эта глава как раз и говорит о соединении. С чем-то мы соединяемся. Я хочу вас спросить вначале, кто из вас действительно искренне верит, что христианин, который по-настоящему уверовал в Иисуса Христа, который рожден свыше, он получает такую возможность от Бога быть свободным от греха. Есть такие верующие здесь. Свободным от греха. Это не придумал кто-нибудь. Это Божий был план освободить человека от власти греха. Я еще хочу повториться, я уже неоднократно об этом говорил, и я в последнее время все больше и больше об этом рассуждаю. Для меня это много значит. Если бы человек имел хотя бы небольшую возможность в своей жизни побеждать грех своими силами, своей волей, своими способностями, то не было надобности Иисусу приходить умирать за грех. Человек мог разработать свою систему борьбы со грехом. Но вы знаете, Бог дал закон человекам, израильскому народу, чтобы привести в состояние, что человек не способен сам освободиться от греха. Нету такой способности у человека. Но есть определенные законы, которые стали работать. Слово Божье говорит, что как через одного человека грех пришел в мир. И посредством этого греха смерть распространилась на всех людей. Точно так же через одного человека жизнь пришла, свобода пришла от греха. это конечно отдельная тема, я просто немножко ее касаюсь, я хочу привести к такому пониманию у нас сейчас о том, что новое рождение это это как раз та сфера, которая позволяет нам, если мы ее развиваем, эту сферу новой жизни, нового человека, внутреннего человека, иметь господство над грехом. Каин мог господствовать над грехом. Бог предупредил его и сказал, греха лежит у порога сердца, но ты господствуй над ним. Каин не господствовал, и грех ворвался в его жизнь, и он убил брата своего. Но когда мы развиваем с Богом отношения и соединяемся с Ним, происходит отделение, отделение от нечистого, но кроме этого приходит господство. И мы читаем здесь выборочно несколько таких мест из 6 главы 14 стих говорит так. Грех не должен над вами господствовать. Возлюбленные, очень прямо и конкретно грех не должен над вами господствовать. Скажи, надо мной грех не должен господствовать. Если грех он господствует, это ненормально. Надрожденными свыше людьми, люди, которые родились от Бога, над ними грех не должен господствовать. Почему? Ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью никак. Вот этот стих 15, он говорит о нашем положении, что Бог, который возродил нас, Он поставил нас в позицию человека святого, чистого. И теперь мы, имея по благодати Божией эту привилегию быть этими людьми, имеем право теперь, за нами выбор. Имеем право. Люди в этом мире, они привыкли подчиняться князю господствующему воздухе, и они также хотят, чтобы Бог их запрограммировал на святость. Нет, Бог нас не программирует на святость, чтобы мы были как роботы. Нет, Он дает нам право, чтобы мы выбирали быть святыми на основании нового рождения. Быть святыми. Он дал нам это право, выбирать быть святыми. Поэтому грех не должен над нами господствовать. Вопрос, если мы под благодатью, так что ж, мы можем грешить? Под закон Он ставил определенные русла. Благодать сняла это и говорит, теперь ты имеешь право. Да, я могу грешить, но у меня есть право быть святым и не грешить никак. Нет, мы не для греха, не для нечистоты, мы для Бога. Бог отделил для себя самого святого. Нас Он отделил для себя самого. И дальше сказано здесь так. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь или рабы греха к смерти или послушания к праведности? Кому? Сегодня я имею выбор. Господь определил и дал мне привилегию, чтобы я повиновался Ему, чтобы я соединялся с Ним, был одним Духом с Господом. Дальше. Благодарение Богу, что вы бывшие прежде рабами греха возлюблены. Это я был такой человек. Может быть, кто-то никогда не был рабом греха. Но я сегодня почему радуюсь и благодарю Господа? Может быть, кто-то сегодня как-то к этому относится. Ну, зачем там подпрыгнул, там что-то сделал такое? У меня внутри прыгает. Потому что благодарение Богу, это обо мне сказано. Я был, был раньше рабом греха, но от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Халлилуйя! Как чудесно, дорогие, как это радостно. Новое рождение поставило меня в позицию человека, который имеет сегодня возможность делать это решение, чтобы отдавать себя в послушание праведности, Богу отдавать себя. Да, я был рабом греха, но благодарение Богу, Он что-то сделал для меня. Иисус умер за мои грехи, мои беззакония. Теперь я новый человек, и теперь я могу отдавать себя. мне незачем снова отдавать себя в рабство греха. Нет, это не мой удел, это не моя жизнь, моя жизнь, Иисус Христос, мой удел, быть свободным от греха и быть зависимым от Бога. Ему я подчиняюсь. Это наш нормальный образ жизни христианина. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу. Плод ваш есть святость. Святой это отделенный. Плод ваш есть святость. А конец жизнь вечная. Не чудесно ли, а? Дорогие, мы отделены для Бога. Мы в этом мире, но мы не этот мир. Мы несем в этот мир этот свет, который Бог зажег в нашем сердце. Я знаю, что это время, когда никто не будет за нас, но я лично должен подняться. Подняться и взыскать Господа всем сердцем, потому что только соединяющийся с Ним будет одно целое с Господом. Давайте мы сейчас встанем для молитвы. не может человек просто быть отделенный для Бога, не возрожденный свыше. Рождение свыше делает нас людьми, которые отделены от Бога, для Бога, отделены от этого мира, для Бога. Тела наши, это не просто инструмент, кто хочет, тот его использует. Нет, мы не свои возлюблены. Прежде чем что-то делать, пусть на этой неделе по-особенному Дух Святой, Он работает с нашим сердцем, чтобы прежде чем что-то делать, чтобы мы могли понимать, прославляется через это мой Господь. Пусть наша внутренность, она все больше и больше будет возгораться этим желанием соединяться с Господом, соединяться с Ним. Мы отделены для Него от всего нечистого, чтобы люди, которые живут в нечистоте, мы могли повлиять на них, чтобы они вышли с этого нечистого, имея рождение свыше. Есть сокровище внутри нас, это наш Дух, возможно когда-то Он был у нас мертвый, но сегодня Он возродился. Есть Божье присутствие внутри нас, это нигде не будь, о Господь, когда Ты нас посетишь, да, это нормальные молитвы, когда мы так молимся, но есть вещи, где мы должны просто увидеть, где Павел говорит, чтобы мы вникали в себя и в учения, и занимались этим постоянно, к Ефесянам Он говорит, какое безмерное величие богатства Его в нас верующих. Безмерное мы имеем это, верующие. на одном из служений в Калифорнии, я помню, как Кент Маттокс, он делился свидетельством, он говорит, я был на одной конференции, и это была конференция, где в течение семи часов шло непрерывное прославление и поклонение Богу, песни рождались одной за другой, это было такое движение. И говорит, одна сестра, она подошла ко мне и говорит, Кент, я хочу помолиться. Он говорит, да, пожалуйста, я, говорит, знал ее. Это хорошая сестра, она одного из лидеров прославления, который участвовал там. Говорит, я закрыл глаза и приготовился, потому что я знал, что Бог ее использует и дает ей откровение, пророческое слово. Я, говорит, закрыл глаза и поднял руки и стал ожидать. Но, говорит, была тишина. Она, говорит, взяла меня за руку, говорит, Кент, открой глаза. Не надо, говорит, быть религиозным. Вы знаете, мы очень часто уже привыкли под определенные мотивы или под определенный склад каких-то вещей занимать какую-то форму. Мы, может быть, даже иногда выдаем, что мы переживаем Божье присутствие на самом деле это просто формы. То, что он тогда делился, это сильно коснулось моего сердца и так меня это затронуло. Она, говорит, стала смотреть мне в глаза и она говорит ему, Кент, я вижу, какой у тебя красивый дух, какой он величественный в тебе. Кент говорит, она просто не знала, что эти дни я был такой подавленный. Я только ради того, чтобы побыть на этом служении, поклонении, приехал, чтобы просто где-то сесть скромно в какой-то уголок и просто сидеть, чтобы Господь что-то начал делать. Чтобы, говорит, оторваться от всех этих проблем, от этой суеты, что накопилось за последние месяцы. И вдруг она смотря мне в глаза и говорит, какой у тебя красивый дух, какой он величественный. И она говорит, спокойно, но обращаясь, сказала, я говорю твоему духу, чтобы он воспрянул. И говорит, что-то произошло в этот момент. Она говорит, душе, говорю, встать за духом и телу повиноваться. И говорит, я увидел, что как Божий порядок он начал происходить. Говорит, увидел превосходство, которое я имею внутри себя. Мне казалось, что это где-то там дух спрятанный, замаскированный, но оказывается, он величественный во мне. Это дух, который соединяется с Господом. Что может быть прекраснее этого соединения? Влияние духа на все наше естество – это норма христианской жизни. Он говорит, я приехал такой окрыленный в свою церковь. Одна сестра, которая в течение последних трех лет постоянно приходила, потому что она находилась под депрессией. и говорит, за нее помолю все это хватало буквально на несколько дней, может быть, на две недели, может быть, на месяц. И снова она подавлена. Я, говорит, никогда не видел, чтобы она имела радость на лице. И снова мы с ней садились, и я часами объяснял ей принципы, выслушивал ее. И она часами рассказывала снова о тех же проблемах, как ей тяжело, как ей трудно, и все в таком плане. И вот, говорит, когда я вернулся с этой конференции, и снова она пришла, и вид ее снова был очень печальный, и снова она села, и те же самые слова. И я, говорит, остановил ее и сказал, сестра, послушайте меня, я знаю вашу историю, все ваши проблемы, может быть, даже в некоторых вещах, даже лучше, чем вы, за эти годы, я столько слышал уже, но сегодня я хочу что-то провозгласить. Вы рожденные свыше? Да, я рожден, да, встаньте. Я посмотрел ей в глаза и сказал, сестра, твой дух прекрасен, то, что родилось от Бога, оно такое прекрасное внутри тебя. Никакие обстоятельства, никакая депрессия, никакой дьявол не может это заглушить, то, что родилось от Бога. то, что родилось в тебе, это больше того, кто в этом мире. И теперь я говорю твоему духу воспрянуть, и чтобы твой дух двигался сейчас. И говорит, ее вид лица изменился. Через пять минут она говорит, ушла. Прошло три месяца, я вспомнил за нее и думаю, давно эта сестра не приходила со своими проблемами. Я постарался разыскать ее. Когда я ее встретил в церкви, я, говорит, был удивлен, как она изменилась. На лице у нее была улыбка, глаза светились. Я спросил, сестра, что произошло с вами? Она говорит, пастор, я теперь знаю, мой дух, рожденный от Бога. Он величественный. И никто, никакие обстоятельства, финансовые кризисы, никакая отверженность, ни то, что как ко мне относятся, не могут теперь помешать этому величию, который я имею в Боге. Я теперь уверовала по-настоящему, что Иисус умер за мои грехи, родил меня, и теперь я не принадлежу какому-то обществу, каким-то обстоятельствам я принадлежу моему Господу. Поэтому я счастлива и я радостна. Возлюбленные есть вещи, которые происходят моментально, когда мы верим в то, что Бог сделал с нами. Не то, что когда-то сделает. О, Боже, когда ты меня исцелишь? О, Боже, когда это произойдет в моей жизни? Я хочу вам сегодня авторитетно сказать, это уже произошло. Две тысячи лет назад Он все сделал, чтобы это случилось в наше время, в моей жизни, в моей судьбе. Новое рождение и все обетования Божьи теперь да и аминь в славу Бога. Халилуя. Давайте мы просрем руки в этой молитве. Я бы хотел, чтобы мы поблагодарили, что однажды Он коснулся нашего сердца. Он не прошел мимо. Он отделил нас для себя. Он назвал нас по имени. Он сказал, ты мой, дорогой брат, ты его, ты Божий. Дорогая сестра, чтобы не было в твоей жизни, Он сказал, ты моя. Не дьявол должен претендовать на твою судьбу. Бог сказал, что ты его. Он сказал, что из руки моей никто вас не похитит. Он сказал, что когда пойдете через воды, они не потопят вас. Через огонь Он не опалит вас, потому что Я буду с тобою. Аллилуйя! Если Бог это сказал, Он бодрствует над Своим словом. Он говорит, ты мой. Аллилуйя! Я бы хотел, чтобы мы в этой молитве выразили благодарность нашему Господу от всего сердца. Благодарность. Благодарность то, что Он сделал, то, что Он совершил. Его Слово говорит, что мы теперь не свои. Мы храм, живущего в нас Духа Святого. Мы куплены дорогою ценою. Мы те люди, которым дано право соединяться с Господом, соединяться и быть одним целым, быть одним Духом. Аллилуйя! Аллилуйя! Грех не должен господствовать над нами, ибо умерший освободился от греха. Жизнь Иисуса сегодня в нас. Аллилуйя! 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 Дорогие мои, я хочу, чтобы мы не просто абстрактно молились, о чем-то благодарили, я хочу, чтобы мы пошли к истокам. Однажды к Иисусу вернулись Его ученики, и они были так впечатлены своим служением, что бесы повиновались им. У них никогда не было это в практике их жизни, но теперь они увидели эту власть в имени Иисуса, но Иисус сказал им, да, это хорошо, но не этому надо радоваться, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Дорогие мои, пусть придет настоящая радость, настоящее понимание радости, что сегодня ты не потерян, ты не находишься в глубокой яме греха, ты сегодня омыт кровью, ты рожден свыше, имя твое записано в книгу жизни, ты Божий человек, Бог оправдывает, Бог защищает, Бог сегодня отделил, Он назвал ты Его, Ему принадлежишь. Я бы хотел, чтобы мы не просто сегодня поблагодарили Его, так, потому что вот, ну, поблагодарили и все, спасибо, Иисус, и все, нет, пусть потечет благодарность из нашего сердца, из глубины нашей внутренности, это то начало, то, что Бог сделал, Он родил нас, пусть вырвется благодарность из нашего сердца, давайте мы забудем о том или не будем отвлекаться на то, что сейчас вокруг нас Я и Господь, и я так благодарен, Иисус, я даже не знаю, почему, я не знаю, почему Ты обратил внимание на меня, почему Ты не прошел мимо, когда я умирал во грехах, я не знаю, почему Ты благоволил, я ничем не лучше других людей, но Ты это сделал, Ты благоволил ко мне, недостойному, тому, кто не заслужил этого, Ты спас меня, не по моим делам, я ничего не сделал, чтобы Ты обратил внимание на меня, Ты спас меня своей благодатью, омыл кровью своей, очистил меня, возродил меня к новой жизни, о, слава Тебе, Иисус, вся слава Тебе, Иисус, о, вся слава Тебе, Иисус, воздаю Тебе славу, мой Господь, за спасение, за жизнь вечную, за новое рождение, что Ты назвал меня по имени и сказал, что я Твой, я благодарю Тебя, Аллилуйя, я воздаю Тебе славу, Иисус мой, воздаю Тебе славу, Господь мой, Аллилуйя, 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 Мы благодарим тебя, Аллилуйя, что мы освободились от греха, чтобы жить для праведности. Мы благодарны тебе, Аллилуйя. Мы благодарны тебе, что ты избавил нас от власти смерти, от власти греха, Аллилуйя. Аллилуйя. Вся тебе слава, Господь наш. Тебе вся слава, Иисус наш. Аллилуйя. Тебе вся слава. Аллилуйя. Тебе вся слава, Иисус. Аллилуйя. Дорогие, сегодня на этом служении я хотел бы вас вдохновить, в особенности обращаюсь к тем людям, которые утратили то, что Бог, Он вложил в ваше сердце. Кто-то когда-то по-особенному горел для Господа. Я не знаю всех обстоятельств. Может быть, были на это веские причины, но сегодня вы даже боитесь сами себе признаться, что вы пассивный человек. Вас ничего не интересует. Вы просто держитесь только за то. И имея эту надежду, что вы спасены. Я обращаюсь сегодня к вашему сердцу. Бог, не позвольте, чтобы дьявол держал вас в этом состоянии. Вы призваны Богом. Вы призваны Богом. Бог не просто так зажигал огонь в вашем сердце. Вы призваны Богом. Не ограничьте Его. Мы сегодня ответственны за то, в каком мы движении будем. Если мы сегодня принимаем решение соединяться с Господом, мы просто будем видеть Его славу, преображаться в нее. Я хочу обратиться к этим людям, которые утратили чувствительность к своему призванию. Бог силен возродить это. Независимо, сколько вам лет, Бог силен поднять снова внутри вас это положение, к чему вы призваны Богом. Служить людям, служить друг другу, быть в служении Ему, быть чувствительным и голосу Божьему. Есть некоторые люди, которые просто в свое время сказали, Господь, я устал. Есть положение, когда вы утратили лишь потому, что другие вещи пришли, и они увлекли вас. Хотелось бы сегодня, чтобы вы могли встать твердо на те позиции, что сделал Господь в вашей жизни, когда Он родил вас, возродил заново. Аллилуйя. Аллилуйя. Возлюбленные, мы сосредоточены на Нем сейчас. Что-то происходит сейчас. Я просто ощущаю внутренне, как Господь начал работать с некоторыми сердцами на этом месте. Аллилуйя. Не нужно ожидать каких-то потрясений в жизни, чтобы задуматься над тем, что Бог совершил. Однажды Павел сказал Тимофею, возгревай дар. Тимофей был ответственный за то, что он получил, чтобы это горело в нем. Возгревай. Кому-то сегодня нужно возгревать то, что Богом дано тебе. Возгревай это. Прояви активность. Аллилуйя. Возгревай то, что внутри тебя от Бога. Позволь Божьему движению течь через тебя. Возгревай. Это движение Божье пусть придет. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, я верю всем сердцем, что это время сегодня для Твоего избранного народа. Это время сегодня подняться. Это время сегодня быть в Твоем движении. Мы сегодня как никогда начинаем понимать, что мы не принадлежим этому миру, потому что Ты искупил нас. Ты отделил нас. Ты назвал нас своими. Мы Твои. Мы Твой народ. Мы благодарны Тебе. И сейчас я именем Иисуса, я благословляю каждого человека, кто бы он ни был. На этом месте благословляю каждого человека. Именем Иисуса Христа я благословляю наших детей, подростков, молодежь, людей среднего возраста, пожилого возраста. Каждое сердце сегодня именем Иисуса я благословляю. Я говорю, Духу воспрянуть. Душе встать за Духом и телу повиноваться. Божьему порядку прийти. Божьему движению быть в каждой жизни, в каждом человеке. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Отец, мы ожидаем то, что Ты определил на эти дни. Ты сказал, что и зальешь от Духа на всякую плоть. И мы благодарим Тебя за Духа Святого. Мы благодарим Тебя за это движение. Мы благодарим Тебя за дождь, который Ты проливаешь на жаждущее, на иссохшее, проливаешь эти потоки. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты верный. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое истина. Мы благодарим Тебя за новое рождение, что мы люди Твоего Царства. Мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарим за Духа Святого, за то, что Ты крестил нас Святым Духом, Иисус. Мы благодарны Тебе за силу Твою, за силу Духа Святого. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за дары Твои. Мы благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Слава Тебе. Слава тебе, слава тебе Аллилуйя Мы благодарны тебе Аллилуйя Возлюбленные вместе сейчас группой Давайте мы будем поклоняться И мы будем в молитвенном состоянии Дух Божий продолжает работать Я знаю, на этом месте есть люди Которые устали ходить в замкнутом круге Устали уже находиться в этой суете Жизненной суете Вы разумом все понимаете Но не знаете, как выбраться из этого круга Именем Иисуса Христа Я обращаюсь к вашему сердцу То, что родилось от Бога Оно могущественное в вас Позвольте вашему духу сегодня воспрянуть Чтобы все остальное, что удерживает вас, ограничивает Оно померкло в вашей жизни Чтобы дух имел движение Аллилуйя Поклоняемся тебе, Иисус Возвеличиваем твое святое имя Прославляем тебя, нашего Господа Аллилуйя Вся тебе слава и честь Тебе, Господь, воздаем славу Слава тебе, Господь за дух святой Слава тебе, Господь за дух святой Слава, 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 слава тебе, Господь за дух святой Слава тебе, Господь за дух святой Слава, слава тебе, Господь за дух святой Бог всемогущий Бог всемогущий Нашел меня Бог всемогущий Оправдал меня Бог всемогущий Держит руку на мне Слава тебе Слава тебе, Господь за дух святой Сияет небо слава во мне Боя аллилуйя, Боя аллилуйя, Боя аллилуйя Господу Боя аллилуйя, Боя аллилуйя, Боя аллилуйя Господу Бог всемогущий нашел меня Бог всемогущий оправдал меня Бог всемогущий держит руку на мне Сияет небо слава во мне Боя аллилуйя, Боя аллилуйя, Боя аллилуйя Господу Боя аллилуйя, Боя аллилуйя, Боя аллилуйя Господу